Жевательная резинка восходит корнями к древним грекам, которые жевали смолу деревьев. Современная жевательная резинка была запатентована в США в 1869 году, кто бы мог подумать, донтистом. В 1928-м другой американец Уолтер Даймер изобрел надувную жвачку. Надувная жвачка существует в шариках всех цветов и размеров, но для пузырей нет ничего лучше розовой массы. Все начинается с жевательной основы, вещества, которые позволяют жевать резинку. Раньше основа делалась из древесной смолы, сегодня она синтетическая, из пластика и резины. Жевательную основу помещают в миксер, добавляют красители и ароматизаторы. С началом перемешивания добавляют глюкозный сироп, чтобы подсластить состав. Он жидкий, и это помогает сохранять жевательную основу мягкой. Затем добавляют декстрозу – порошковый подсластитель. Ингредиенты перемешивают около 20 минут. Смешивание нагревает массу, отчего она сплавляется воедино. Смесь готова. Когда она достигла консистенции теста. На тележке ее доставляют к прессу для предварительного выдавливания. Пресс выдавливает смесь через узкое отверстие, совсем как зубную пасту из тюбика. Это превращает большой громоздкий ком в удобные полоски, которые затем проходят через основной пресс для выдавливания. Этот пресс сжимает каждую полосу до фактической ширины куска жвачки. Она выходит длинным непрерывным потоком, чтобы затем быть разрезанной на порции. Процесс выдавливания разогревает жвачку. Если ее разрезать и упаковать сейчас, она прилипнет к обертке. Так что следующая остановка – охлаждающая камера. Жвачка попадает туда на 15 минут при температуре 3,7 градусов Цельсия. На выходе жевательная резинка достаточно охлаждена для нарезки и упаковки. Обе операции выполняет одна машина за доли секунды. При замедленной съемке видно, как непрерывный поток жвачки входит с одного конца машины, и машина режет его на порции. Устройство толкает каждый кусок в обертку из вощеной бумаги и закручивает оба конца фантика. Машина обрабатывает 900 кусков жевательной резинки в минуту. Последняя остановка – это фасовка. Жвачка попадает на весы, которые автоматически отвешивают нужное количество на одну банку. Банку запечатывают пластиком, чтобы сделать ее герметичной. Это сохранит жвачку свежей. Жевательную резинку делают розовой, потому что это был единственный цвет, который нашелся у Уолтера Даймера, когда тот изобрел ее в 28-м году. С тех пор цвет и прижился. Продолжение следует...